Ну сегодня в селе Красносельском у нас еще собрались родители, но это уже теперь они собрались по поводу школы. У них есть серьезная проблема, их дети порядка, ну около 40 человек, более 30, почти 40 человек ходят в школу села Пролетарского. И они вынуждены осуществлять доставку своих детей сами, потому что автобус им не выделяют и такое количество детей, конечно, доставить, ну это вообще просто очень сложно. Даже в рейсовый автобус они не помещаются все вместе. Ну вот сейчас Марина, это тоже родительница, она нам поподробнее расскажет обо всем, что у них какие сложности. Ну вот второй год уже у нас очень большая проблема, наши дети опаздывают на уроки, приходится в 7 часов выходить на рейсовый автобус, так как в 8 часов они не успевают на занятия и бывает такое, что не помещаются в рейсовый автобус. Они забивают автобус и потом, если даже дети занимают, не помещаются другие жители, которые хотят доехать там до города или куда-либо еще. Просим вас нам помочь в содействии, чтобы нам предоставили автобус, потому что нам обещают уже второй год и мы не можем дождаться этого. Как бы детей много и небезопасно сейчас добираться туда и оттуда. Оттуда во сколько они попадают домой? Оттуда попадают по-разному, как по автобусу, как оттуда в рейс. Зимой это уже темно, да? Темно и просто нереально каждый раз спрашиваются с уроков, чтобы успеть на тот же автобус, чтобы добраться до дома. И бывало такое, что они там и по часу, и по полтора часа сидят на остановке в ту же погоду зимнюю. А сколько ваших детей в общей сложности? Около сорока, если не больше. Дети разных возрастов, да? Да, по первому, да. Одиннадцатиклассники все, да? Старшие классы? Мы вообще в седьмой класс ходим, он вообще в прошлом зимой приходил домой каждый день в одиннадцать или полдвенадцатого, десять часов вот так. Вечера? Да, он на попутках приезжал домой. Бывали такие моменты. Это вторая смена? Да, это вторая смена. Ну, сейчас со второй сменой уже решен вопрос у вас? Ну, вторая смена. Вторая смена, сейчас, на данный момент. Да, Красносельская. Красносельская. Да, она именно в Красносельской. Не, нам именно в Красносельской. Мы жители Красносельского, но наши дети... Ходят в Пролетарскую. Да, и поэтому мы просим, чтобы нам выделили автобус для наших детей, как бы это вынужденная мера, я не знаю... У вас тут почему дети не могут в вашей школе учиться? Закрыли школу, аварийная. Дело в том, что в нашей школе не хватало учителей по предметам. Мы вынуждены, вот некоторые родители, там около сорока детей, мы захотели, чтобы наши дети получили лучшее образование. Поэтому мы вынуждены были перейти в школу Пролетарской. Вот такая проблема. А сейчас, на данный момент, школа закрыта здесь. А дети где ваши? В 10-м году они перешел туда же. Пролетарскую. Да, потому что 10-м году они и так далее. Именно Красносельскую школу. Именно Красносельскую школу. В этом году... Ваши дети не могут ездить с этими детьми? Их не берут. Не берут? Потому что они устроены в Пролетарской школе. Нету детей. И тоже вынуждены пришлось туда нам перейти. А теперь, да. Как бы 10-го класса нету в Красносельском. И поэтому нужен автобус такой, чтобы дети... Нужен автобус и нужно 2 рейса, я так понимаю, да, этого автобуса здесь? Бывает такой момент, что он опаздывал даже на маршрутку. Он на попутках домой приезжал домой. Седьмой класс, да? Да, седьмой класс. Сколько лет это мальчику? 16 лет ему. На попутках он домой приезжал. До полдвенадцатого, в одиннадцать. А я сидела, ждала, пока он приедет. А вдруг что-нибудь случится по дороге. Кто ответит за этого? Учителя, директора? Никто не ответит. Так что очень просим вас помочь нам в этом. Ну, будем обращаться к руководству района, пусть они посодействуют в решении вопроса этого. Дети никак не могут сами это решать. Мы очень надеемся, потому что не раз мы писали, не раз мы просили. Писали, обращались вы в район? Да, к Журавлеву обращались. К Журавлеву обращались? Да, и вот до конца года учебного нам обещали, что вот вам выделено, что просто нет водителя. Ну, сколько времени прошло, неужели до сих пор нельзя водителя найти, что ли? Это же не причина. Какая разница? Наши дети тоже ездили бы так же в пролетарку, им выделялся бы транспорт. Но это будет делаться с утра, как бы. Не знаю, в чем разница. Образование мы можем получить там, где мы хотим. Я так думаю. Тут тем более рядышком. Ну, тут тем более школа закрыта. Школы нету, да. Да. Понятно все. Спасибо. Ну, хорошо, все. Всего доброго, спасибо.